Великой Отечественной войне Сладнут символом памяти о героях, многонациональной и очень дружной, а значит, самой сильной страны. Аллея героев – это 70 лип. Символично листья этих деревьев имеют форму сердца. Память о подвиге советского народа жива в сердцах потомков. Липу с древних времен почитали разные народы. Ее считали деревом мудрости, гармонии, верности и дружбы. Мы кричали в высоте, над полями и городами. Люди скажем, нет войне. Лишь на память и живущих – это горе и беда. Никогда не повторится, никогда. Живой символ памяти будет расти не одну сотню лет. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны. Победа в 1945-м. Одна на всех. За родину тогда сражался единый народ. И национальность не имела значения. Вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным и главой администрации Самары Олегом Фурцевым деревья на Олей Героев сажал член Общественной палаты России, председатель Международного экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов и самарские школьники. Это только первый шаг. Уголок памяти в микрорайоне продолжат благоустраивать. Здесь будет посажено в дальнейшем солнечное нано-дерево, которое будет все показывать. Экологию, какая среда экологическая, все показатели, там будут выходы в интернет. А здесь будет произведено благоустройство. Вот примерно это такая будет парковая зона. Олей Героев посадили в День народов и национальных культур Самарского края. Этот праздник в регионе отмечают впервые. В ноябре прошлого года приняли закон Самарской области о памятных датах. На 100 метров протянулись шатры национально-культурных центров и общественных организаций региона. Праздничную атмосферу создавали народные песни. Каждый национально-культурный центр делился со всеми гостями частичкой своей души и культуры. Как жили и что носили на Руси тысячу лет назад, воодушевленно рассказывают ребята из Светлицы. Несколько лет назад мы построили реконструкторское направление. Сейчас у нас вещи, которые мы сделали сами из натуральных материалов. И это реконструкция одежды 9-10 века, периода Руси разных регионов. На мне новгородский костюм, вятские колечки, еще что-то. Еще мы занимаемся проведением крупных массовых мероприятий в городе. Сотрудничаем с Самарским госуниверситетом и другими университетами. Делаем все для того, чтобы наша культура развивалась и для того, чтобы молодым людям было интересно ее изучать. У нас есть школьники, студенты, уже работающие ребята. Молодые люди уверяют, одежда, как в средние века, на практике довольно удобна. В натуральных тканях ни жарко, ни холодно. К тому же она хранит тепло рук мастериц. Естественно, мы не можем полностью восстановить всю технологию с вращиванием льна, с его выделыванием, с какими-то конопляными вещами. Но мы стараемся максимально приближенно реконструировать вещи. На девушках у нас костюмы крашены ими самими. Натуральные материалы, опять же, это шелк и ручные швы, мы шьем только руками. Натуральный мех, еще что-то для тех, у кого костюмка богаче. Мы находим информацию в интернете и консультируемся со старшими товарищами, другими реконструкторскими центрами. Берем информацию у них, ездим по фестивалям, где нам коллеги рассказывают о том, как делать правильно, как неправильно, какой информации стоит верить, какой нет. Потому что очень важно не искажать традицию, реконструкцию и очень важно сохранять максимально древний пласт культуры и истории, которые есть у нас. Чтобы все было максимально близко к традициям, пришлось потратить немало времени и сил. Лен красили растительными отварами. Зеленый цвет получается в два этапа. Первый этап – крошение березой. Крошение березой – это довольно длительный процесс. Березовые листья нужно вымачивать, ткань там надо вываривать долго-долго. Потом это закреплять, цвет закреплять нужно. После этого ткань, соответственно, какое-то время сохнет. После этого ее красит индиго. Индиго – это довольно дорогой краситель. И получается такой зеленый цвет. Соответственно, береза дает желтый цвет, индиго дает синий цвет. Вместе получается зеленый. Красить можно дубом, можно красить крапивой, можно также березой красить, можно красить мареной. И марена дает, кстати, очень красивый такой розоватый цвет, розоватого-оранжевый. Марена – это трава тоже, трава растения. Примерить металлическую кольчугу весом 12 килограммов. Шлем, как носили новгородские войны в 10 веке, взять в руки боевой топор, желающие выстраивались в очередь. Из доспеха – это кольчуга, это шлем, под ним надета кожаная рубаха, под рубахой шерстяная, льняная рубаха, которая дает тепло и, собственно, гиену поддерживает, боевое оружие, нож. Обувь – это поршни кожаные, скажем так, одна из самых популярных видов обуви на раннее Средневековье. И она, в принципе, ходила по Руси и славянским народам до 19 века. Каждый народ встречает гостей национальными угощениями. Лепешки, нан, мучные сладости, чак-чакэ и борсок на киргизском столе. Хозяйки из украинского центра «Промень» налепили традиционных вареников и, конечно, без сала не обошлись. Свой национальный уголок украинцы организовали вместе с казаками. Культуры народов России переплетаются между собой. Что-то общее есть в традициях и в характере. Вся Русь выходила из Киевской Руси. И все служивые люди, которые охраняли границы Руси, Киевской, Великой, Малой, они всегда жили и существовали вместе. Что такое казачество, которое я представляю? Это сословия южных народов, которые охраняли южные и кавказские рубежи. Украинцы. Это первое войско было «Запорожская сечь». Ну и неотъемлемая наша дружба. Мы даже стол делим и кабинет в Доме дружбы народов с украинской национальной культурной организацией. Общее у казаков есть не только с украинцами, но и с народами Кавказа. Черкеска – традиционная одежда для многих национальностей. Вот газыри. Раньше для удобства здесь были патроны. Это черкеска. Это наряд, будем говорить, казачий, кавказский, южный. Все люди, воины, которые были на охране рубежей Родины, старались носить ту форму одежды. Значит, зимой шинель, летом черкеска. Это папаха. Ну, понятно, что это такой головной убор, от которого ни жарко летом, ни холодно зимой. Ремень и все атрибуты, которые здесь у нас лежат, шашки, кинжалы, они имели место на поясе. И сегодня казаки на защите Родины. У каждого казачьего общества по всей стране свой флаг и герб – символы воинской славы. В 2010 году Совет Препрезидент по делам казачества разработал для всех 11 войсковых казачьих обществ флаги и гербы. Флаг, вот он у всех един. На красном фоне синее полотнище, на нем расположен герб. Верхняя часть – это половина герба Российской Федерации, орел. Нижняя часть – это символика каждого из войск. Колокол – это старинный герб волжских казаков, волкских казаков, которые оповещали при помощи колокола, когда наступали враги и когда они делали набеги на нагайцев, на караваны, как речные, так и пешие. Поэтому символика, что шашки, перекрещенные на фоне колокола, это показывает отношение волкских казаков к воинской службе и как их оповещали. Самарские узбеки на праздники не только угощали гостей чаем в чайхане, но и удивляли песнями. Узбекский рэп – слияние самобытности народа и современности. Среди национальных шатров спортивная площадка. Спорт в России всегда был неотъемлемой частью жизни. Спортивными достижениями и олимпийскими чемпионами гордится и Самарский регион. Совсем юные спортсмены продемонстрировали приемы серьезного армейского рукопашного боя. Основа сильного народа – крепкая семья. На главной сцене праздника губернатор Самарской области поздравляет людей особенных – ветеранов Великой Отечественной войны. Почти невероятная история семьи – Зеферсон. Израиль Барухович прошел войну, освобождал Ленинград. Галина Степановна ковала победу в тылу. А после войны они встретили друг друга и вместе уже 64 года. Пять новых семей сложились в этот праздничный день. Свадьбы самарцы сыграли необычно в национальных традициях – русских, татарских, кавказских. Россия сильна своим народом, таким разным и таким уникальным, сплотившим около 200 национальностей. Представители 157 живут в Самарском регионе. Все народы в тесном взаимодействии друг с другом из века в век вносят свой вклад в развитие нашего государства. Опыт мирного сосуществования и дружбы народов служат мощным фактором укрепления нашей отчизны, нашего Отечества, России. В Самарской области накоплен огромный опыт мирного существования разных народов и разных культур. Большинство национальных организаций объединились в единую семью, новую общественную организацию «Союз народов Самарской области». Вместе мы – великая страна. Вместе мы и только вместе – мы – великая Россия. Еще один символ дружбы – необычный арт-объект, яркий стеклянный шар, мир добра – открыли в Волгаре. А в скором времени в Вакограде должен появиться уникальный этнокультурный комплекс – парк дружбы народов. Своеобразный музей под открытым небом, где будут дома, построенные в национальном стиле, с подворьями, садами, цветниками, колоритные, наполненные национальной атрибутикой. В прошлом году заложили капсулу в фундамент будущего парка. Строительство уже идет. Кульминацией Дня народов Самарского края стал многонациональный хоровод дружбы. И концерт получился единым. Все творческие коллективы разом собрались на одной сцене. Знать свою культуру, помнить о корнях и уважать историю – особенно необходимо в современном мире, считают участники праздника. В этом есть душа, в этом есть что-то очень родное, близкое, чего нет ни в чем другом. Я на самом деле психолог и даже писала на эту тему дипломную работу о том, почему важное нужно сохранять и возрождать нашу культуру, традицию. И в какой-то степени доказало, что знать свою традицию – это действительно очень важно и нужно для личностного развития человека, для понимания, кто ты и в чем ты находишься, где ты живешь. И когда ты знаешь, откуда ты, какой традиции ты принадлежишь, тебе уже не так страшно все то, что происходит вокруг. Все какие-то глобальные катаклизмы, еще что-то. Ты просто знаешь, что есть ты, есть твоя культура, которая никогда не исчезнет. Есть твоя история, твоя страна. И это очень-очень важно. И это также помогает проще воспринимать другие традиции, другие этносы, дружицкие, с другой традицией. Не зная своей истории, не познаешь будущего. Для того, чтобы понять, кто ты есть, нужно немножко больше увлекаться историей и знавать, кто были твои предки, как они жили, чем жили. Только тогда можно построить сильное государство, сильную страну, единую. Такие праздники помогают лучше узнать друг друга, познакомиться с традициями соседей. Настроение единения и дружбы, общих интересов и целей характеризует народ Самарского края, где традиции добрососедских отношений идут через века. И очень как-то все по-доброму. Мы уже познакомились с соседями, приходили осетины, приходили много-много национальностей, всех не перечислишь. Поэтому как-то все очень по-доброму. И именно такими мероприятиями можно сплочаться и нужно сплочаться. Сплочение народов. Что нам сейчас надо? Нам надо, чтобы мы понимали друг друга, любили еще больше друг друга, я имею в виду национальности. Не знакомясь, мы знаем друга. Здравствуйте, здравствуйте, с праздником, как поживаете, интересуемся. А если кого близко, знаем. И как в семьях у них. Ну вообще, вот я не знаю. На моем понятии, в моем возрасте нет каких-то ограничений, разграничений. Ну посмотрите, мирные, здоровые люди. Губерния – это ты, это я. Губерния – это зона моя. И в космос дорога, и песнь Мадерлон. Хлебской у порога и вечный огонь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова